А перед началом данного видеоролика советую подписаться на канал РоботФИФА. На этом канале вы найдете разнообразные ролики по ФИФА-17, а также новости о ФИФА-18. Также в будущем на канале планируются розыгрыши и челленджи, так что подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Я уже подписан и вам советую. Всем здарова, народ, с вами снова я, Мэдрик, и мы продолжаем карьеру за Барселону. Прошлая серия закончилась не очень хорошо, я проиграл Атлетико Мадрид со счетом 2-0. В этой серии я вам обещаю, что я смогу добиться хороших результатов. В первую очередь нужно добиться их с Велериалом. И давайте выйдем на этот матч вот этим составом. И, кстати, я попробую выпустить Димбаппе на форварда, именно единственного форварда, и выпущу обратно Месси на правый фланг. Также поставим Дибалу на Цапа. Эта схема всегда тащила, тащила почти со всеми командами, и я решил вернуться к ней. Так что пора реабилитироваться и выходить на поле, играть с Велериалом. Погнали! Ларига, Велериал, Барселона. Барселона идет на первой строчке, как вы сами заметили, а Велериал идет на пятой. Ну и вот состав Велериала. Ягудин у них опять играет в основе, и Черышев выходит тоже в основе. То есть два русских парня играют в одном составе Велериала. Круто! Ну а наш состав вы видели, так что погнали, погнали к победе. Я прям буду делать все, что от меня зависит. Я постараюсь победить, постараюсь, ребят. И надеюсь, у меня это получится. Ну хочу к себе в команду Ягудина. 15 лет пареньку, а он уже играет за Велериал. Костельехо делает навесы. Что сейчас происходило-то на поле? Ты наруму успел затащить или что? Как-то странно все произошло. Очень странно. Так, замечательный пас на Баппе. Баппе открывает счет в этой встрече. 1-0. Да, старая схема. Старая схема вернула к жизни Барселону. Месси отлично разобрался тут с защитниками. И посмотрите, Верати. Ай-яй-яй. Под центр. Пенальти, пенальти, пенальти. Ну же. Неймар заработал. Явно заработал пенальти. Не просто так упал. Да, желтая карточка. Ну и, ребят, давайте дадим пробить Месси. Ну, штатный пенальтист как-никак. Гол. Это гол. Ну, конечно, не так уверенно, как хотелось бы. Но мы бежим дальше. Мы бежим дальше. И посмотрите, Месси просто забил. И все. Да, вратарь тут не смог отбить. И вроде коснулся мяча, но мяч все равно залетел в ворота. Неймар. Неймар бьет. И вратарь делает замечательный сейв. Так, тонкая передача нам Бапе. Нет, Арье. На Арье. Арье тут дальше борется. Пытается что-то сделать. И там, по-моему, с нарушением правил боролся. Бапе. Пасует на Дебало. Дебало, забивай. Ай-яй-яй. И вратарь в итоге засейвил. Да и удар не получился. Ебало. А если отсюда ударить? Какой удар? Ты ноль. Ну, разгром. Разгром Виллереала. Вот и все. Вот что могу сказать сейчас. Лионель Месси открывается. Лионель Месси с мячом. Тонкая передача от Лионеля Месси. Дальше тут Бапе. И... Ай-яй-яй. Нужно силы перестать тратить и подготовиться получше к матчу с Атлетикой Мадрид. Так что в этом плане нужно все-таки заменить Верать сейчас. Заменить, наверное, на Бускитса. Дембеля выйдет вместо Месси. Эмри Мор выйдет вместо Бапе. И мы поменяем их вот так местами. Попробуем Эмри Мора на ЦАПе. Хорошо играет Мбапе. Отобрал мяч сам. Пасут на Дебалу. Дебалу, какой удар. И жалко, что мимо. И хорошо играет Эмри Мор. Посмотрите, какой отбор. И вот выход один на один. Эмри Мор забивает. 4-0. Молодец, Эмри Мор. Хотя тут можно было и передачу отдать. Но он сделал все сам. Пятая команда Испании. Вильяреал. Это не такая уж и слабая команда. Так что то, что мы сейчас могли обыграть их с счетом 4-0. Значит, что... Значит, что еще Донорума у нас хорош, блин. Надеюсь, сможем теперь и забить в матче с Атлетикой Мадрид. Как минимум два мяча нам нужно будет забивать. Потому что здесь, ребята, все-таки стоит побороться до конца. Будем пытаться. Будем пытаться выиграть. Будем пытаться. Будем стараться. Ну и Дебала, давай же. Дебала! 5-0. Просто разрыв какой-то. Бедный, бедный Вильяреал. Бегаем просто замечательно. Играем великолепно. Надеюсь, этот запал и этот задор сохранится и на матче с Атлетикой Мадрид. Марио Гаспар делает подачу. Урье не очень замечательно выбил, блин. Но дальше вроде пытается доработать до конца. И у него вроде это получается. Да, смотрите. Эмри Мор корпус поставил. Там могла быть контратака. Но мы все равно побеждаем со счетом 5-0. Вау. Вау. Просто вау. Блин, я бы, наверное, все променял, чтобы счет был бы именно такой. Матч с Атлетикой Мадрид. Ну и матч с Атлетикой Мадрид. Ребят, и на этот матч выйдет вот этот состав. Да, сегодня будет играть в начале встречи Леонель Месси. Будем пытаться играть красиво. И Леонель Месси это умеет делать. Также я доверюсь опять им Баппе. И не уверен, что он сможет это тащить. Но, ребята, надеюсь, что он сможет сделать все, что от него зависит. Легендарный 5 минут пасмурно. Что ж, погнали. Надеюсь, нам времени хватит. Кубок Испании. Атлетикой Мадрид. Барселона. Ну что ж, состава нам не показали. Так что, ребят, приступаем сразу к матчу. И я уверен, что сегодня будет очень тяжелый матч. И нам нужно как минимум в начале встречи начать уже сбивать. Выходит у них сегодня Томас вместо Сауля. И мне кажется, что это нам должно сыграть на руку. По крайней мере, мы не пропустим сегодня. И сегодня будет акцент именно на обороне у Атлетикой Мадрид. Это видно сразу. Посмотрите, сколько у них полузащитников. Так что, будем бить. Просто бить. И пытаться пробить облако. Леонель Месси делает подачу. Удар головой. Дебалы. И там не дают ему просто пробить нормальный. Походу, там травма у Дебалы. В начале встречи травма. Баппе. Да, травма у Дебалы. Он ломает, походу, ногу себе. Так, давайте выпустим сюда Леонель Месси. На фланг у нас выйдет сегодня Дембеле. Я расстроен. Я расстроен. Этот парень мог забить сегодня. Парень мог показать что-то невероятное. А в итоге на девятой минуте травмируется. И Леонель Месси с мячом. Леонель Месси. Леонель Месси делает передачу в центр. Ой-ой-ой. Удар от ворот будет. Потому что Пагба просто в итоге промахнулся. Тео с мячом под центр. И-ой-ой-ой. Сусо. Штанга. Да. Говорилось сегодня атаковать они не будут. Еще как атакуют. Так. И Дембеле успеет ли? Замечательно. Передача получилась. И Дембеле. Усман Дембеле. Бапе в центр. Леонель Месси открывает счет в этой встрече. Вот так вот. 1-0 в нашу пользу. Замечательно. Сыграл Дембеле. Корпусом подыграл. Дальше Бапе. И передача на Леонеля Месси. Этот парень нас сегодня пока выручает. Но надо еще один забивать как минимум. Чтобы хотя бы ничейка была. И мы по пенальти смогли выиграть. Бапе. Передача отличная получается на Неймара. Неймар дальше. И Верати. Какой залежник забивает Верати. Что? Вы это видели? Он просто сам даже не празднует почти. И вот это да. 2-0. Какая передача от Неймара получилась. И как хорошо забивает Верати. С левой ноги. Великолепный мяч забивает Верати. И счет становится 2-0. Так. Передача на Дембеле. Дембеле. Передача в центр. Верати. Верати. Чуть ли не стал героем встречи. Хорошо играем. Бапе. Бапе. Передача. Какая получается на Неймара. Неймар дальше некому отдать. Потому что никто не успел добежать до этой позиции. Леонель Месси опять ошибается. У них Сауль выходит. Как сейчас заметил. И Саулем будет сложно играть. Но Леонель Месси исправляет свою ошибку. И посмотрите, что происходит сейчас. Хорошо играет Неймар. Но тут еще лучше сыграл защитник у них. Но психует Атлетика Мадрид. Потому что вот все идет на таком подвешенном состоянии сейчас. Если кто-то из команд сейчас забьет. То это будет уже многое означать. И вот момент был у Мбапе. Сауль проходит полсостава нашего. И хорошо, что есть МТТ. Нужно что-то сейчас решать, ребят. Нужно что-то решать в дополнительное время. 2-2. Общий счет. И все уставшие. Просто все. Ну и что ж, ребят. Буду стараться играть через фланг Дембеле. Усиливаем, наверное, центр. Центр тоже очень важен для нашей команды. Губщи, наверное, бускится. И посмотрим, что из этого выйдет. Верать уже просто не успевает. И физики ему немного не хватает. По центр. И там Эмри Мор один. Ну, сильная передача получается. Но если дальше в центр. Погба! Вот так вот. Эмри Мор успел за передачей. И посмотрите, что произошло. Погба сам создал этот момент. И сам его завершил. Воротарь просто вышел далеко из ворот. И это означало, что ворота были совершенно пустыми. И Погбе надо было лишь только пробить. И он сделал это. Эмри Мор тоже затащил. В общем, команда сделала все, что от нее требовалось. И пока, ребят, пока мы выходим дальше. То, что мы забили третий мяч, означает то, что сейчас Атлетик Мадрид нужно забивать как минимум двушечку. Это будет очень сложно им сделать. И тем более, что сейчас у них просто разваливается состав. Совершенно разваливается. Просто вообще команда разваливается на глазах. Дополнительное время на них подействовало очень плохо. Да. И Неймар. Неймар забивает. Наконец-то. После долгого затишья Неймар забил. И, наверное, похоронил уже Атлетика Мадрид. Ну и, ребят, походу, сейчас можно уже чуть-чуть и порадоваться за нашу команду. Вряд ли сможет Атлетик Мадрид забить уже три мяча за оставшееся время. Это почти нереально. Вот опять момент. Теперь у Эмри Мора есть. Ну что, будем хоронить полностью? Будем хоронить полностью Атлетик Мадрид. Три мяча залетело в дополнительное время. Вот так вот. Да, скорости все-таки не хватает Атлетик Мадрид. И они простели по физике. Очень стильно простели. Ну и Эмри Мор ставит, наверное, жирную точку в этой встрече. Ну и все, матч закончен. Мы выходим в финал. Уже близко завоевание очередного трофея Барселоной. Но остался лишь только финал. И, наверное, финал будет тоже серьезным. Этот матч был самым таким вот интересным, наверное. Потому что я до конца не верил в свою команду. Я не верил, что мы сможем забить два мяча. Но благодаря усилиям Месси и Верати мы сделали быстрый камбэк. Мы смогли забить два мяча буквально за пять минут. И дальше, дальше в дополнительное время просто дожали за счет своей скамейки. Ну и увидите сами статистику. Сегодня мы были просто точнее. И Пагба сыграл просто великолепно. Вообще все хорошо сыграли. Месси получил оценку 9.1. Жалко, только Дебал травмировался. После травмы Дебала я уже, наверное, не рассчитывал на победу в этой встрече. Но получилось. Получилось. И получилось даже намного лучше, чем я планировал. Дебалу будет отсутствовать 7 месяцев. Да, не зря я купил себе Мбапе. Ну и вот Донорума говорит спасибо. Это я ему говорю спасибо. Он красавчик. Ну и так как вы набрали, ребят, свыше 700 лайков, я записываю третий матч в серии. Тем более, что с Севильей стоит сыграть, они идут на второй строчке. Атлетико Мадрид идет на четвертой, а Реал Мадрид идет на пятой. Так, ну и нужно будет перестраивать сейчас состав. Ребят, сейчас перестрою, вернусь. Ну вот, перестроил чуть-чуть состав и выглядит он таким образом. Матч с Севильей, наверное, будет очень интересен. И я, ребята, буду играть тоже в полную силу, да, постараюсь выиграть этот матч. Хотя, в точке зрения таблицы, он не так уж и важен. Мы даже можем сегодня проиграть. Но я хочу как можно больше очков заработать. И чтобы в конце уже сезона выпускать молодых игроков на матчи в Ла Лиге. Так что погнали! Легендарный 5 минут облачно. Ла Лига, Барселона, Севилья. Как я и говорил, Севилья идет на второй строчке. У Севильи всего одно поражение. Вот это да! Состав Севилья. И тут, наверное, отметить можно всех. Просто всех. Уэлба, кстати, набрал форму, стал забивать. И замечательно выглядит в последнее время. Также отмечу Раймана, который пропустил, по-моему, меньше всех мячей в Ла Лиге. Ну и давайте, ребят, начнем этот матч. И пожелайте мне удачи. Какая передача от Дембелей! Какой гол! Вот это да! Открыли счет уже на первых же минутах. Вот эта передача, конечно, от Дембелей, наверное, икона. Просто икона передач. И именно на эти передачи нужно равняться. Ну и красивый гол с левой ноги от Неймара. И Райман тут уже ничего не мог поделать. Удар Денниса Суареса и Донарума. Красавчик. Тоненькая передача на Дембеле. Дембеле с мячом Дембеле бьет и гол! 2-0! Осман Дембеле показывает всем, что он их просто рвал. Он их просто рвал. И вертел где хотел, да. Отлично сыграли. Отлично сыграли. И как забил сейчас великолепно Дембеле. Мбаппе, ну давай же, Мбаппе, покажи, что ты тоже что-то можешь. И, по-моему, пенальти нужно назначать. Да. Хоть и показывал игрок, что не трогал Мбаппе, но там видно было сразу, что в ногу он сыграл. Смотрим еще раз момент. Да-да, ну заплел ноги Мбаппе. И не отпускал до последнего. Давайте пробьет Мбаппе. Тем более, что у него и мощность удара классная. Гол! Прошил, прошил вратаря и забил. Великолепный удар. И, по-моему, тут автогол в итоге. Нет, нет. Мбаппе, да. Мбаппе все-таки забивает. Я подумал, что просто автогол, но нет. Мбаппе. Просто иногда судья засчитывает гол на вратаря. Как хорошо, что сейчас он засчитал на Мбаппе. Погба. Поль Погба под центр. На Неймара тут. Неймар дальше. Неймар, посмотрите, мог завершать. Райман что натворил. Как хорошо они разыграли с Мбаппе. Стеночку и... Неймар пробивал уже вроде бы точно. И... Ну, Райман. Райман просто из девятки затащил. Ой, а тут как вышло-то, что у нас один Мбаппе вышел. Вот это да. Мбаппе, ну что ты делаешь? Мбаппе, забивай! Забивает Мбаппе и счет делает 4-0. Да, я уже видел, что его догоняли. Скорости не хватает Мбаппе, но выносилось точнее. Повезло. Повезло просто, что Мбаппе ударил так вот замечательно противоход голкипера и забил. Ну, ведь правда неплохо вышло. Ну и все, матч закончен, ребята. Счет 4-0. И счет, наверное, по игре. Мы атаковали, мы имели больше моментов и лучшим игроком признан Димбеле. Ну и, ребят, прокачался Суарес, наш второй вратарь. У него рейтинг 85. Ну, а в следующей серии вас ждет матч с Арсеналом. И если, ребята, вы хотите увидеть 3 матча в серии, то соберите свыше 700 лайков и я сделаю эти 3 матча. И, возможно, что мы даже завершим сезон. Кто знает. Хотя, насчет сезона не уверен, потому что тут еще матч с Реал Мадридом и Атлетикой Мадрид. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и рассказывайте о видео друзьям. Ну, а с вами был Медрик. Всем удачи и пока-пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok